Моряками не рождаются, ими становятся. Чтобы в будущем бороздить просторы морей и океанов, нужно получить немало знаний и подготовки. В Славянском районе более 150 ребят обучаются в классах с морской направленностью. Параллельно с обычными занятиями дети тренируются вязать узлы, изучают строение корабля, а также историю флота. Начало развитию морского движения среди молодежи района положил клуб юных моряков «Фрегат», которому в этом году исполняется 15 лет. Тему продолжат мои коллеги. Различные корабли, шлюпки, детали судов. Мимо такой выставки пройти сложно. И хотя школьник Марк Лисаченко своим увлечением выбрал футбол, морское дело ему тоже интересно. Мне понравилось то, что здесь нарисовано, как ребята ходят в походы, чему они учатся. Я тоже хотел бы ходить в клуб «Фрегат». Юных моряков в нашем районе около 165 человек. Михаил Кеменчижи тоже вспоминает, как когда-то заинтересовался морским делом. Он был в самом первом составе клуба «Фрегат». Под чутким руководством наставника Александра Кравчиной ребята изучали историю флота, вязали морские узлы, участвовали в походах, а также команда побеждала на соревнованиях различного уровня. Родному клубу исполняется 15 лет, и Михаил с удовольствием приехал повидать своего учителя и вспомнить, как все начиналось. Просто меня позвали сходить в поход. Это был первый поход мой, он меня очень сильно затянул. И началась история моей жизни в этом клубе. Этот клуб мне дал стойкость, силу, выносливость, работоспособность и любовь к родине. Сегодня у меня праздник, я приехал вспомнить, как это было, ощутить те времена радости той жизни, когда было мне очень хорошо в клубе «Фрегат». В городском доме культуры для фрегатовцев был устроен настоящий праздник. Преподавателю особенно приятно, когда в такие даты собираются все его ученики, рассказывает бессменный руководитель фрегата Александр Кравчина. Шлюпка заразила нас. Наш поэт в училище, капитан первого ранга Александр Павлович Курочкин, он так сказал, не раз нам шкотом руки обжигало, взвивался фок над самой головой, наш шлюпка с морем накрепко связала. Здесь первый шаг на мостик ходовой. Наш девиз – жизнь отечеству, честь никому. Вот и всё. Придя сюда раз, задерживаешься надолго, ведь атмосфера на этом корабле всегда тёплая и дружеская. В юбилейное плавание фрегатовцы отправились вместе со всеми зрителями зала городского дома культуры. Многие из участников клуба действительно не могут оставить морское дело. Около 50 воспитанников являются студентами Новороссийского морского университета имени адмирала Ушакова. Немало ребят продолжили обучение в морских и речных училищах и колледжах. Но каждый из них помнит, где были сделаны первые шаги на пути к морю. Рузана Ефремян, Георгий Калинин, программа События.